Эпигенетика Итак, что же скрывается за этим таинственным словом эпигенетика? Эпигенетика, если мы будем говорить формально, это наука, которая изучает, каким образом регулируется экспрессия генов. То есть она изучает то, как гены работают и почему они работают таким вот определенным образом. Впервые термин эпигенетика был озвучен английским генетиком Конрадом Одингтоном, когда он сформулировал представление об эпигенетическом ландшафте. Вот рисунок его эпигенетического ландшафта. Я здесь у нас на слайде. О, всё работает. Значит, в чём была основная идея? Мы знаем, что каждый из нас появляется из одной единственной клетки, которая в процессе развития многократно делится, дифференцируется, образует сложные организмы. Это может быть человек, растение, червяк, всё что угодно. Всё это сложные организмы, которые появляются из одной единственной клетки. И у мы учёных много-много лет занимал вопрос, но каким же образом это происходит? То есть если мы все появляемся из совершенно одинаковых клеток, то что должно произойти с этими клетками в процессе развития, чтобы они дали начало огромному количеству органов и тканей, из которых мы все состоим? И как всё это вообще может слаженно работать? И Одингтон предложил концепцию. Это 40-е годы, 20-го века. То есть на тот момент было ещё неизвестно, что является носителем генетической информации. Либо тогда предполагали, что это могут быть белки. Ещё про ДНК было непонятно, ни структуры, ничего. И он изобразил такой рисунок. Вот этот шарик – это неспециализированные клетки зародыша. То есть то, что мы сейчас часто называем эмбриональными стволовыми клетками. Вот здесь вот этот ландшафт, похожий с совпадинами, с реками, с озёрами, он сформирован на основе той генетической информации, которую несёт зародыш. И значит, что происходит? Когда неспециализированная клетка катится по ландшафту, она может скатиться, вот у неё, видите, есть несколько путей, несколько лунок. И когда она докатывается в эту лунку, она становится клеткой специализированной. То есть, допустим, кардиомиоцитом – клетка сердца или нейроном – клетка нервной системы. На тот момент идея была достаточно смелая, но, как вы понимаете, она, по сути, ничего не объясняла. Потому что механизмы того, как всё это происходит, были непонятны. Ну, вот как-то катится клетка, как-то делится, какие-то там внешние сигналы на неё влияют. А что, собственно, происходит, не ясно. Поэтому эпигенетику отложили в долгий ящик. Сказали, ну, наверное, это интересно, но как это работает, совершенно непонятно. И после этого, в 60-х годах, когда 50-60-е годы, когда была открыта структура ДНК двоспиральная, когда поняли, как работает генетический код, были проведены некоторые эксперименты, которые эпигенетику подняли из небытия. И затем, на рубеже XX и XXI веков, были проведены эксперименты совершенно восхитительные, о которых мы с вами сегодня поговорим, которые показали, какую огромную роль играет эта наука в том, что мы с вами вообще живём и существуем. Звучат некоторые её лозунги, звучат отчасти лженаучно. И отчасти кажется, как будто бы они нарушают основные догмы генетики, к которым мы привыкли. Но на самом деле, всё это совершенно на настоящий момент обосновано. Очень жаль, что пока ещё то, о чём я сегодня буду говорить, мало дошло до нашего среднего образования. Нас учат по очень старым учебникам. Сегодня вы, наверное, поймёте, что некоторые вещи, которые казались нам незыблемыми, они уже шатаются очень сильно. Поскольку эпигенетика – наука молодая, как я сказала, первая Нобелевская премия за неё, за открытие в области эпигенетики, была дана только в 2006 году. Её получили американские исследователи Крейг Мелла и Эндрю Файер. Они открыли явление так называемой РНК-интерференции. То есть это такой механизм, посредством которого клетка может выключать определённые гены, которые она не хочет, чтобы в этой клетке работали. Это могут быть, допустим, вирусные гены. И посредством вот этого явления, РНК-интерференции, клетка их выключает. Они не работают. Сейчас у меня будет буквально два или три страшных слайда. Потом будет очень много весёлых слайдов. Вот, страшные слайды нам нужны для того, чтобы понять биологический базис, чтобы вы не думали, что я вам тут непонятно, что вообще рассказываю, ни на чём не основываясь. Значит, мы с вами помним со школы, что алфавит ДНК состоит из четырёх букв. Это А, Г, Т и С. И что, когда одна из этих букв в алфавите ДНК изменяется, у нас происходит мутация. Это то, что мы называем мутацией. Но следует отметить, что одна из букв генетического алфавита, буква С, цитозин, она может находиться в двух состояниях. Первое состояние обычное. Вот оно, это химическая формула цитозина. Вот это обычный цитозин. Цитозин при определённых условиях может быть метилирован. То есть к нему вместо протона, вот в этой вот позиции, добавляется маленькая группа атомов, метильная группа CH3. Тогда мы говорим о том, что цитозин метилирован. То есть вот есть такая простенькая операция, которая позволяет контролировать, то, будут ли гены в наших клетках работать, или будут ли они молчать. Вообще эпигенетика включает в себя большой такой кластер разных процессов, которые сейчас очень активно изучаются. Это вот метилирование, о котором мы сказали, модификация гистонов и некодирующая РНК. Но мы будем говорить только про метилирование. Во-первых, потому что лекция всё-таки популярная. А во-вторых, потому что наиболее впечатляющие примеры, они связаны именно с метилированием. Вот поэтому я решила не касаться двух других механизмов. Ну, просто озвучиваю, что они тоже есть, что всё ещё сложнее, чем то, о чём я говорю. Значит, почему эта крошечная операция метилирования цитозина может быть важна? То есть, по сути, мы привесили совершенно крошечную группу атомов на цитозин нашей ДНК. И что же происходит? На самом деле, я думаю, что все со мной сейчас согласятся, мы очень мало задумываемся о том, как на самом деле работают наши гены. Мы знаем, что там клетка какая-то ДНК, чего-то там происходит, РНК с неё считывается, какие-то рибосомы, белки. И, в общем, работает, и слава богу. И думать про это не нужно. Здесь приведена совершенно простейшая, элементарнейшая, упрощённейшая, самая упрощённая на свете схема гена. Значит, в принципе, ген состоит из промоутера. Промоутер – это такой регион, который активирует ген. То есть, когда на него садится специальная молекулярная машина, она может после того, как села на этот регион, прочитать вот эту вот кодирующую последовательность, с которой закодирован белок. И после этого, после кодирующей последовательности, есть терминатор. Когда молекулярная машина до терминатора доходит, она от ДНК отваливается. То есть, всё, белок готов, всё хорошо, всё работает. Очень упрощённо. Значит, что учёные знают? Что, ну, поскольку промоутер точно так же состоит из четырёх букв ДНК, в нём есть та самая буква С или цитозин, и в определённых позициях она может метилироваться. То есть, известно, что если на цитозин в регионе промоутера будет повешена вот эта метильная группа, то молекулярная машина с промоутером связаться не сможет. И это значит, что ген будет молчать. То есть, никакой продукт белковый с этого гена не может быть получен. Соответственно, функция этого гена в клетке не выполняется. Всё, он молчащий, он не работает. Вот теперь мы перейдём к тем самым примерам, которые показывают, почему это важно. Здесь я вам расскажу сначала про три эксперимента, которые были проведены на рубеже 20-21 века и ввели буквально эпигенетику, можно сказать, не ввели, а вбросили, как на катапульте в современную биологию. На неё стали обращать внимание все после этого. Значит, что произошло? Исследователи из Америки работали с плодовыми мушками-дрозофилами. Дрозофилы иногда называют рабочей лошадкой генетики, потому что у них мало хромосомы, там известно, где у них какие гены, какой ген за какой признак отвечает, очень любят с ними работать, очень удобные объекты. И что они сделали? Они взяли взрослых мушек. У взрослых мушек у них глаза обычно такие, палевого цвета, видите, светленькие. И некоторых мушек, то есть у них была контрольная группа, которая спокойно себе жила, никто их не трогал. И были мушки, которых подвергли температурному стрессу. В течение часа их продержали при температуре 37 градусов Цельсия. Что получилось в итоге? У взрослых мушек покраснили глаза. Что нам, о чём нам это говорит? Это говорит нам о том, что, по-видимому, это не мутация, потому что вот мы воздействовали на них теплом, у них стали красные глаза. Хорошо, ну, мало ли, что там произошло, может, что-то сломалось, что за спигментацией. Что удивило всех? Когда стали скрещивать этих мушек между собой, обнаружилось, что вот эти красные глаза передались их потомству. Что это значит, чтобы вы поняли? Вот представьте себе, что в взрослом возрасте вам кто-нибудь отрубил руку. А потом вы рожаете ребёнка, а у ребёнка нет руки. Потому что вам во взрослом возрасте отрубили руку. То есть, по сути, это то же самое, что произошло с этими мушками. Взрослых мушек покраснели глаза, причём изначально мушки были с белыми глазами, то есть в генах у них записаны белые глаза. А потом у их потомства точно так же оказались красные глаза. Все изрядно призадумались, разумеется. Что же произошло? И выяснилось, поскольку геном дрозофил изучен очень хорошо, все знают, где там что расположено, обнаружили, что изменилась активность одного из хромосомных элементов, как раз посредством того самого процесса метилирования. И это состояние изменённой активности оказалось наследуемым. Я хочу, чтобы вы поняли, это не мутация. Мутации связаны с изменением вот этого четырёхбуквенного алфавита, с изменением позиций определённых букв чаще всего. Это мутации. Здесь никакого изменения не произошло. То есть генетически мушки были совершенно идентичны, но при этом часть из них была с красными глазами, а часть с белыми. Следующий эксперимент был ещё более интересен. Приведён он был также в Америке. На этот раз использовали млекопитающих. Есть такая трансгенная линия мышек, которая называется агути. По цвету меха есть такой зверёк агути. Мышки эти на самом деле глубоко несчастные, потому что помимо того, что они рыжие, они ещё склонны к ожирению, к диабету, к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. И все эти проблемы у этих мышек вызывает один-единственный ген, так называемый ген агути. Что сделали учёные? Учёные взяли беременных трансгенных мышек агути и стали кормить их едой, в которой было высокое содержание так называемых доноров метильных групп. Значит, простите. Почему это существенно? Если мы говорим вообще о метилировании ДНК, нам нужно для того, чтобы ДНК метилировалось, получается, что в клетках эти метильные группы откуда-то должны браться. Как и всё, из чего строятся наши клетки, они строятся из компонентов пищи. Соответственно, для того, чтобы ДНК метилировалось, в клетках должны быть метильные группы. И некоторые соединения являются донорами метильных групп. И стали этих мышек кормить пищей, обогащённой метильными группами. И после этого обнаружили, что их потомство представляет собой совершенно нормальных мышек, без вот этого несчастного толстого фенотипа агути. То есть генетически они по-прежнему несли гена агути. И у них был весь потенциал стать вот такими вот бедными и несчастными. Но они были совершенно нормальными. Когда стали исследовать, что произошло? Обнаружили, что из-за того, что в пищу вот этих вот толстеньких матерей поступало большое количество метильных групп, ген агути метилировался. Как мы с вами только что говорили, когда происходит метилирование гена или области возле гена, ген выключается. То есть он был попросту выключен, мышки его по-прежнему несли, но он больше не работал. И мышки формировали совершенно нормальный фенотип. Что было более интересно? Когда этих мышек нормальных с выключенным геном агути начали скрещивать между собой, при этом они сидели уже на нормальной диете. Никакого обогащения метильными группами уже не было. Когда их начали скрещивать между собой, они дали абсолютно нормальное потомство. То есть эффект, вот этот эпигенетический эффект выключенного гена, сохранился в поколениях. По сути, эффект того, чем кормили их бабушек, влиял на то, какими были их внуки. Небольшое лирическое отступление от мышек. Девочки, наверное, знают, что при беременности очень часто назначают фолиевую кислоту. Слышали? Это витамин В9, да? Девочки, фолиевая кислота наряду с кабаламином с витамином В12, наряду с аминокислотой метионином является донором метильных групп. То есть назначение фолиевой кислоты приводит к формированию здорового и нормального эпигенома у ваших детей. И по сути, эти мышки, они как раз-таки фолиевую кислоту ели, за счет чего им удалось победить такой серьезный генетический недуг, как вот этот фенотип Агутин. И еще один пример, третий из вот этих вот основополагающих работ. Угадайте, где он был сделан. Тадам, в Америке. Значит, здесь ситуация была следующая. Здесь уже работали не с мышками, а с крысами. И крыс беременных самок кормили злобно пестицидом венклозолин. И после этого в поколениях отслеживали, что происходит с репродуктивными качествами их потомства мужского пола. То есть брали гистологию, анализ тканей яичек маленьких крысят, и потом в возрастном возрасте тоже, и смотрели, что с ними происходит. Что обнаружили? Обнаружили, что порядка, вот эта вот картинка, это третье поколение. Третье поколение крысят мужского пола по сравнению с контролем. И вы видите, насколько у них редуцирована ткань яичек. У них снижено количество половых клеток, половые клетки формируются неправильно. И нужно отметить, что кормили пестицидом не их самих, даже не их мам, а их прабабушек. И эффект оказался очень стойким. Перейдем немножко тоже к таким примерам, которые окружают нас повседневной жизнью. Это даже не эксперименты. Вот котики. Ну, вы знаете, что если в лекцию курилки у нашей ни у кого нет котиков, то вообще просто день прожит зря. Ни одной, я не помню, курилки, где бы ни у кого не было котиков. Значит, ситуация следующая. У котиков пол определяется так же, как и у людей. То есть генотип XX – это кошка, генотип XY – это кот. При этом окраска у котиков цеплена с полом. Здесь очень упрощенная схема. То есть X-хромосома несет либо ген рыжей окраски, либо ген черной окраски. И, соответственно, поскольку у кота только одна X-хромосома, кот может быть либо рыжим, либо черным. То есть вариантов у него особенных нет. Кошка, в свою очередь, может быть черной, если у него две X-хромосомы с геном черного окраса. Может быть рыжий, а может быть пятнистый. Если у нее X-хромосомы несут и такую, и такую окраску. При этом мы все с вами знаем из нашего жизненного опыта, что все кошки вообще-то друг на друга очень не похожи. Даже если они более-менее одного цвета, то именно паттерна краски, то есть как у них расположены пятна, как у них расположены полосочки, он всегда разный. Почему это происходит? Происходит это потому, что, между прочим, то же самое происходит с половыми хромосомами человека, чтобы вы знали. У кошек в каждой клетке содержатся две половые хромосомы, но одна из них выключена. Нет таких клеток, в которых работают хромосомы одновременно. При этом какая из них будет выключена, это непонятно. Это случайный процесс совершенно, какая-то выключается, какая-то нет. И в итоге у кошки получается распределение, что в каких-то ее клетках выключена черненькая хромосома, в каких-то хромосомы несущая рыжий цвет, и в результате кошка получается совершенно разноцветной. А поскольку процесс случайный, каждая кошка получается уникальной, потому что у какой-то кошки так выключились гены, у какой-то сяк. И в итоге мы получаем разноцветный окрас. В связи с этим хочу рассказать вам о очень интересном примере. Вот видите, прекрасные котики. Эту кошку зовут Рейнбоу или Радуга. А вот этого маленького котенка зовут Сиси. И маленький котенок Сиси – это клон Радуги. Сиси – это первая клонированная кошка на свете. В начале 2000-х годов клонировали кошку, вот это ее суррогатная мама. Значит, что поразило людей? К сожалению, я не нашла фоток более приближенных. Но на самом деле, если вы посмотрите, то видно, что паттерн окраса у Радуги и у Сиси – он разный. У Радуги, видите, есть такая определенная рыжина. У Сиси больше была серая с черными полосками. Что ожидают люди, когда мы говорим о клоне? Они ожидают полной генетической идентичности клона-оригиналу. Что происходит на самом деле? Ну, генетически-то они, может быть, идентичны. Но гены-то у них работают по-разному. То есть, когда взяли ядро из взрослой клетки Радуги, перенесли его в яйцеклетку суррогатной матери, и в результате из этой яйцеклетки образовался маленький клон Сиси, который полностью генетически идентичен своей маме, произошло следующее. Поскольку одна из X-хромосом Радуги была деактивирована, она вернулась в эмбриональное состояние, активировалась, и клетки начали делиться заново, чтобы сформировать маленького котика, у которой, у этой кошки, потом абсолютно случайным образом снова выключились X-хромосомы в определенных клетках. Поэтому генетически она точно такая же, зато эпигенетически, то есть то, какие хромосомы у нее не работают, она отличается от своей настоящей биологической копии. И еще одни примеры, которые тоже являются достаточно яркими, и мы мало про это думаем, вы сейчас сами, наверное, меня слушаете, понимаете, а почему я раньше не думала, как все это работает. Это пример из жизни насекомых. Вот, и эту картинку я нашла на одном религиозном сайте, где была написана «Необъяснимые метаморфозы насекомых», называлась статья. Но с позиции науки XXI века ничего необъяснимого в этих метаморфозах больше нет, то есть когда-то они, наверное, действительно выглядели как чудо-чудное, но сейчас мы знаем, как все это происходит. Это бабочка-монарх, и получается, что каждая клетка монарха одновременно несет в себе схему гусеницы и схему бабочки. И какая из этих схем будет работать, зависит от эпигенетических механизмов. То есть в определенный момент у гусеницы происходит изменение концентрации определенных гормонов, и гусеница заворачивается в кокон, выключает свою схему гусеницы, переваривает саму себя, включает гены бабочки, и в результате через несколько месяцев из кокона выходит бабочка. То же самое справедливо для пчел. То есть пчелы, когда они вылупляются из личинок, каждая пчела имеет превосходный потенциал для того, чтобы стать пчелиной королевой. На деле мы знаем, что пчелиных королев мало, в основном все пчелы рабочие, ну это как любое общество, тут удивляться не приходится. Другое дело, что мало у кого из нас, наверное, был потенциал стать английской королевой, вот у них было у всех. В их случае все зависит от питания. В течение первых трех дней, после того, как личинки вылупились, за ними ухаживают так называемые пчелы-няньки, которые их кормят маточным молочком, а потом начинают переводить их на дифференцированную диету. То есть одних пчел они начинают кормить нектаром и пыльцой, в итоге из этих пчел, простите, получаются совершенно обыкновенные рабочие пчелы, которые пашут всю жизнь. Вот других пчел, в свою очередь, начинают кормить до самого окукливания так называемым королевским желе. Королевское желе содержит высокие концентрации вот тех самых доноров метильных групп, о которых мы с вами говорили, много фолиевой кислоты. И в результате те пчелы, которым повезло, им досталось королевское желе, формируют королев или маток. В 2008 году группа австралийских ученых показала очень интересную вещь. Они добились того, что пчелы стали матками без кормежки. Они просто напрямую манипулировали эпигенетическими переключателями в их клетках и добились того, что пчелы дефиницировались в пчелиных королев. Вот очень удобно. И третий пример сегодня у нас прямо из жизни насекомых – это муравьи. Показано, что, по-видимому, каста муравьев, поскольку генетически они также идентичны, определяется тем, при какой температуре и влажности они развивались. То есть их эпигеном очень восприимчивый и отвечает на условия окружающей среды тем, что формирует из них либо рабочих муравьев, либо солдатов. То есть, буквально говоря, то, куда отложили яйца, будет влиять на дальнейшую судьбу вот этих вот несчастных личинок муравьев. Если принимать во внимание то, о чем мы только что поговорили, становится понятно, что клетки обладают своего рода памятью. То есть нам говорили как? Нам говорили, что при делении каждая клетка передает свой геном следующей клетке. Но на самом деле вполне очевидно, что помимо генома, каждая клетка передает еще и эпигеном. Потому что если бы это было не так, то когда клетка вашей печени делится на две, из нее не обязательно бы получалась клетка печени. А, например, получался бы нейрон или кардиомиоцит, или клетка кишечного эпителия. Просто потому что... А почему нет? Геном-то у них абсолютно одинаковый. То есть, думая об эпигенетике, всегда представляйте себе, что если бы вы действительно развивались из одной единственной клетки, если бы развитие зависело только от генетической программы, без эпигенетики, наверное, мы бы представляли собой какие-то ужасные бесформенные шары, наполненные жидкостью, безо всякой дифференциации на органы. То есть все, что происходит с нами, все наши ткани, все это появляется благодаря эпигенетике. Соответственно, возникает следующий вопрос. Хорошо, клетки могут передавать свой эпигеном по наследству другим клеткам, но это же клетки, они же простые, у них там все хорошо вообще, почему они должны нас волновать. Но может ли происходить передача информации о том, что происходило с родителями, к их потомкам? То есть понимаете, к какой мы грани сейчас подходим? Вот к этой самой лженаучной, о которой там говорят, что, а как влияет на потомство то, что происходит с родителями? Ну, на самом деле, целый ряд работ показал, что, да, такая передача информации в определенных условиях происходить может. Одна из самых знаменитых работ в этой области, работа была выполнена большим коллективом, это голландские ученые и американские ученые совместно, они работали с пожилыми голландцами, и эти пожилые голландцы в свое время стали, можно сказать, жертвами голодной зимы в Голландии. Голодная зима в Голландии была во время Второй мировой войны, это была зима 1944-1945 года, и эти пожилые голландцы, которых они исследовали, на тот момент были в утробе матери, то есть они уже были зачаты, но еще не рождены, и пережили вот эту вот голодную зиму в утробах матерей. Погибло очень много людей, недоедание было у всех, у всего класса общества на тот момент. И когда стали исследовать, каким же образом на них повлияло недоедание матерей вот в этот вот очень ранний период их развития. И обнаружились совершенно нетривиальные вещи. Во-первых, ну да, они действительно родились с малым весом, набирали вес намного хуже, чем их сверстники, но в более позднем возрасте, поскольку их исследовали уже пожилыми, было обнаружено, что вот это вот когорты людей, у них была склонность к развитию ожирения, к диабету, к сердечно-сосудистым заболеваниям. И когда стали выяснять, с чем это может быть связано, и что же такое случилось, потому что их сверстников, которые были старше или младше всего лишь на год или два, то есть по сути все то же самое, но они не пережили вот эту вот голодную зиму, они не попали на нее, к счастью. У них все было нормально. И стали искать, в чем может быть причина. И обнаружили, что у вот этой вот когорты людей, у них было снижено метилирование гена инсулиноподобного фактора роста 2. Инсулиноподобный фактор роста 2 – это такой типа гормоноподобный фактор, который регулирует там целую кучу всего, мы не будем сейчас сдаваться подробностям. То есть если мы говорим о том, что у нас снижено метилирование гена, это значит, что ген работает активнее. А если ген работает активнее, это значит, что концентрация вот этого соединения в крови человека увеличивается. При этом известно, что увеличение концентрации этого фактора, инсулиноподобного фактора роста 2 в возрослом возрасте приводит к развитию диабета, приводит к ожирению, приводит к увеличению предрасположенности, к развитию определенных типов онкологических заболеваний. Вот, в общем, оказалось совсем не весело. Но возникает вопрос следующий. А почему вообще происходит вот нечто подобное, что что-то оказывает влияние на беременную женщину, и потом это каким-то образом влияет всю жизнь на жизнь ее ребенка? По сути, определяет жизнь ее ребенка отчасти. В 2004 году исследователи из Новой Зеландии выдвинули гипотезу, которая объясняла, как все это происходит. Они назвали это гипотезой гипотезой несоответствия. Гипотезой несоответствия говорит о том, что когда ребенок находится в утробе, его организм делает так называемую прогностическую адаптацию. То есть говорит о том, ага, наверное, когда я выйду из этого уютного и хорошего места во внешний мир, там будут какие-то условия. Каким образом мне адаптировать мой метаболизм? И, соответственно, когда ребенок выходит во внешний мир, и его прогноз оказывается верен, ребенок живет успешно, хорошо, у него метаболизм хороший, подстроенный под то место, куда он попал, в противном случае может развиваться патология. Вот пример конкретный, который мы с вами только что рассмотрели, то есть что происходит. Мать не доедает, ну, по любой причине, может быть, не зависящая от нее, либо там сидит на каких-то жестких диетах, например. В итоге ребенок в утробе делает прогноз, что, наверное, во внешнем мире еды мало, значит, мне нужен такой тип метаболизма, который позволит еду немножко запасать на черный день, а потом ребенок выходит во внешний мир, а там все хорошо и благополучно. Либо голод кончился, либо изначально там, ну, просто, не знаю, мама с ума сошла на диете сидела из кабачков. Вот. И он выходит во внешний мир, и ему этот метаболизм не нужен уже. И получается, что потом, во взрослом возрасте, это вызывает у него серьезные проблемы, потому что у него тип метаболизма склонный к запасанию. Вот это гипотеза по большому... Вкратце я описала то, что здесь нарисовано, на вот этой картиночке. И еще одна была работа, которая тоже показывала связь вот этого инсулиноподобного фактора роста 2 с проблемами у детей. Здесь исследовали... У меня неправильно написано, здесь не полных людей исследовали, здесь исследовали людей с ожирением, то есть тех, у кого уже заболевания патологические какие-то вещи. И у детей отцов с ожирением было обнаружено, что метилирование вот этого, видите, инсулиноподобного фактора роста 2 было снижено во всех случаях по сравнению с детьми из контрольных групп, у кого родители ожирением не страдали. О чем это говорит? Метилирование гена снижено, ген работает активнее, инсулиноподобный фактор роста 2 накапливается, то есть мы можем ожидать, что эти дети будут более склонны ко всяким неприятностям. При этом для матерей, пока эти данные недостаточно убедительны, то есть, видите, почти не отличаются от контроля, вот, надо отметить, что это исследование проведено на довольно небольшой выборке, там, по-моему, то ли 70, то ли 80 человек. Конечно, еще прямо о чем-то конкретном говорить очень рано, нужно работать, нужно смотреть. Сейчас работы в этой области активно ведутся, ну, просто имейте в виду. Вот, то есть это были примеры того, каким образом эпигеном может влиять на наше физическое состояние. Ну, помимо физического состояния, у нас еще состояние психическое. Есть некоторые работы, которые показывают, что да, потенциально, видимо, эпигеном может влиять на наши стрессовые реакции, на наш ответ на стресс, на то, как мы воспринимаем разные вещи. Примеры в основном из жизни животных, потому что на человеке все это, вы понимаете, по этическим причинам достаточно проблематично изучать. Вот, и здесь пример, то есть, допустим, у крыс очень разница забота о потомстве, когда они рождают крысенка, особенно в первую неделю после родов, мама очень о нем заботит, умывает его, чистит, оберегает. Вот, но у них есть какая-то внутри популяционная изменчивость, и некоторые мамаши у них безалаберные. Вот, то есть они о своем потомстве не заботятся. И обратили внимание на то, что дети заботливых родителей, заботливых крыс, они намного более стрессоустойчивы, менее боязливы, более любопытны. Вот, а дети мам, которые не уделяли им должного внимания, они пугаются там буквально от любого шороха, и стали исследовать, с чем это может быть связано, и обнаружили, что в очень важных системах, в гипоталам-гипофизарной системе и в системе надпочечников, то есть там, где вырабатываются гормоны, которые обусловливают нашу реакцию, допустим, на стресс, было изменено метилирование целого ряда генов. То есть, представлять себе, мы сейчас даже не о внутриутробном развитии говорим. Мы говорим сейчас о самой первой неделе жизни крысенка, когда происходит его адаптация к миру, и когда ему мама показывает, что тут как бы безопасно и хорошо, и не нужно бояться, и насколько это влияет на то, как он потом будет себя вести в течение жизни. Вот, про человека ничего говорить не буду, работы есть разные, вот, конечно, это все будет развиваться. В принципе, я не хочу ничем спекулировать, но мы все знаем, что если ребенок там переживал всякие тяжести и неприятности в самом начале жизненного пути, то потом ему будет тяжело. Вот. Я совершенно не специалист вот именно в этой области, подождем серьезных публикаций, но вполне вероятно, что и на нас эпигеном оказывает самое непосредственное влияние. Вот. И последний раздел лекции, о котором я вам хотела рассказать, это эпигеномы болезни. С тех пор, как эпигенетика зашагала по планете в победном марше, не побоюсь сказать, таким образом, стало понятно, что многие заболевания, по-видимому, имеют эпигенетическую природу. В том числе, заболевания очень суровые и страшные, такие как опухоли, по-видимому, по крайней мере, часть из них связаны с изменениями в эпигеноме. На данный момент зарегистрировано несколько лекарств от онкологии, от разных типов онкологии, которые направлены именно на подавление эпигенетических механизмов, то есть на исправление эпигенома опухоли. Помимо этого, становится понятно, что эпигеном совершенно очевидно связан со старением. Как это поняли? Показано, что с возрастом, когда исследует эпигеном, по сути, я когда говорю об эпигеноме, я что имею в виду? То есть вот у нас есть эти метильные группки на цитозине, они в геноме определенным образом распределены, то есть где-то цитозин метилирован у каких-то генов, у каких-то генов нет. И когда мы берем вот этот вот профиль и сравним его между людьми, мы можем посмотреть, какие гены у каких людей активны, а у каких нет. Вот. И эпигеном с возрастом изменяется. Показано, что когда мы стареем, у нашего эпигенома начинает теряться метилирование. То есть некоторые группы, метильные метки с них убираются, вот эти группы становятся активными. В других же областях наоборот наблюдается гиперметилирование, вот локальное, то есть некоторые гены выключаются, тогда как у молодых они работают. И чаще всего показано, что изменения метилирования в пожилом возрасте наблюдаются рядом с теми генами, которые вовлечены в развитие возрастных заболеваний, то есть атеросклеротических, гипертония, болезни Лицгеймера, вот очень серьезные вещи. Как вы понимаете, из-за этого все геронтологи мира, то есть геронтологи, это люди, которые исследуют процессы и механизмы старения, они сейчас возлагают очень большие надежды на эпигенетическую терапию, на то, что можно каким-то образом добиться здоровой старости. Будем надеяться, будем ждать прорывов этой области. И последнее, о чем я вам хочу рассказать, здесь я немножко подольше задержусь, потому что это совершенно восхитительный эксперимент, я надеюсь, вы со мной согласитесь. Значит, в 2013 году американский ученый Стив Хорвард опубликовал свою работу об эпигенетических часах. Что он сделал? Он не биолог, он статистик, математик, он собрал данные по 8000 образцов тканей, в них был полностью прочитан метилом, то есть было определено, в каких позициях в геноме людей, у которых были взяты эти ткани, стоят вот эти вот самые метильные метки. Была информация о возрасте этих людей, и он методом машинного обучения создал алгоритм, ввел в него эти данные и научил алгоритм определять возраст человека по тому, где у него стоят метильные метки в геноме, на каких генах. Результат получился нетривиальный совершенно. Потом он начал вводить в алгоритм те данные, которых в нем не было, то есть людей, которые не использовались для обучения программы. И алгоритм определял возраст людей с точностью до 3 лет. Вы представляете, что эта точность на самом деле очень серьезная. И помимо этого он выявил, что существует порядка 350 сайтов метилирования, которые с возрастом изменяются. зависит от того, сколько лет человеку. 190 гиперметилированы, то есть там метилирования много, 160 гиперметилированы, там с возраста метилирования наоборот теряется. И помимо того, что алгоритм был способен определить, сколько лет человеку, он показал, во-первых, что некоторые ткани в нашем организме стареют быстрее, чем остальные. Так, например, клетки груди у женщин были старше, чем их носительницы непосредственно, клетки стволовые, их возраст был близок к нулю. Это то, чего мы ожидаем. Вы помните, что стволовые клетки, они потенциально бессмертные, они дают начало всем тканям организма. То есть неважно у человека, какого возраста брались эти стволовые клетки, их возраст был близок к нулю. И третья, очень важная вещь, которую он показал, когда он исследовал клетки онкологической, опухолей, было показано, что возраст этих тканей намного превышает возраст человека. В среднем на 36 лет онкологическая ткань опухоли была старше, чем ее носитель. Соответственно, это вызвало фурор. Все бросились исследовать эпигенетические часы, уточнять всю эту информацию. Сейчас, ну, это относительно свежая, видите, публикация 2013 года. Сейчас целый ряд лабораторий занимается тем, что развивает вот эту методику с эпигенетическими часами, потому что, конечно, потенциал у нее огромный, в том числе и диагностический, учитывая то, что мы говорим про опухолевые ткани. Если можно взять возраст ткани, определить ее, увидев, что она намного старше человека, ну, пожалуй, на эту ткань нужно обратить пристальное внимание в вопросе диагностики. Вот, я, собственно, подхожу к концу. Нужно понимать, что в отличие от генетических изменений, да, вы знаете, что у нас сейчас развивается генотерапия, в принципе, возможно, через какое-то время уже генетические дефекты можно будет исправлять, но эпигенетические изменения, они попроще. Их потенциально можно обратить. То есть, то, что вам нужно сделать, это либо снять метильную метку, либо поставить метильную метку в определенном месте, на определенный цитозин. Да, у ученых действительно есть такие инструменты, они пока еще не вошли в широкий обиход, но они позволяют нам надеяться на то, что, если ваш эпигеном был изменен под воздействием каких-то неблагоприятных и независящих от вас обстоятельств, и если ученые знают, и медики, это перейдет в медицину, где, на что нужно повлиять, чтобы убрать негативный эффект, который у вас от чего-то сформировался, то, ну, вполне вероятно, что, я не знаю, мне тяжело прогнозировать, в какое время это куда-то выйдет, но, по-видимому, очень быстро нам начнут предлагать что-то в виде эпигенетической терапии. Вот, спасибо. Берегите свой эпигеном. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ